Всем бонжур! Меня зовут Полина, и сегодня мы с вами обсудим все то, что происходило в литературном мире за последнее время. Да, это книжные новости, и давайте начинать! Самая главная книжная новость, как по мне, это возвращение кота Оси в музей Анны Андреевны Ахматовой. Для начала, наверное, нужно объяснить, кто такой Ося. Ося это 16-летний рыжий котяра, который живет в музее Анны Андреевны Ахматовой в Санкт-Петербурге. Он свободно и спокойно гуляет по территории. Если вы знаете, что вот когда вы проходите в эту арку фонтанного дома, там есть такая парковая зона, также он гуляет по музее, то есть это такой неофициальный сотрудник музея. Ося, как мы узнали из этой истории, регулярно посещает ветеринара, принимает таблетки. Ну, сами понимаете, котик уже старенький. И, конечно же, когда он пропал, сотрудники музея стали его активно искать. Стало известно, что вечером или ночью 7 октября какая-то девушка пришла в арку и забрала кота. Все, больше никакой информации не было. Понятное дело, что девушка, скорее всего, не распознала в этом котике музейного сотрудника. Ведь, согласитесь, когда красивый рыжий кот сидит в арке и при этом не читает книги с работами по поэзии Анны Андреевны Ахматовой, не поправляет очки на своей мордочке, ну, очень тяжело понять, что этот кот кому-то принадлежит. И мне кажется, что благодаря, опять же, всей этой неприятной ситуации, которая произошла с животным, сотрудники музея все-таки немножечко подумают о том, что котику необходим какой-нибудь ошейник или, быть может, чип. Я не очень знаю, что гуманнее в данной ситуации. Но, в общем, коту действительно необходимо что-то такое, чтобы можно было отслеживать его местоположение. Кота искали, на самом деле, очень долго и практически всей страной. Даже те, кто не живут в Санкт-Петербурге, репостили это видео и пытались найти девушку, которая забрала кота, воззвать к ее совести и все-таки вернуть котика на место. Хотя, опять же, я максимально уверена, что девушка не похищала конкретно этого кота специально. Однако, многие думают иначе. 11 октября музей решился на отчаянные меры и предложил денежное вознаграждение за возвращение кота и также пожизненный бесплатный вход в музей. И так сложились обстоятельства, что уже 12 числа им позвонила девушка и сказала, что это она забрала кота и его могут забрать. Конечно, люди злые. И в социальных сетях музея можно было увидеть активное обсуждение того, что как-то все это выглядит странно. Только тогда, когда за кота пообещали деньги, девушка, видите ли, нашла свое изображение и поняла, что забрала чужую собственность, так скажем. Но мы знаем, что в итоге кота музейные сотрудники получили из рук некого парня, когда приехали по указанному адресу. И знаем, что он как раз и получит денежное вознаграждение и пожизненный вход в музей. Нужно отметить, что, видимо, хейта в сторону всей этой ситуации было так много, что музей даже закрыл комментарии в своем инстаграме. И, кстати, именно там я и наблюдала этот некий хейт в сторону девушки и какие-то подозрения о том, что это было спланированное преступление в стиле, не знаю, семи психопатов или двенадцати друзей Оушена. В любом случае, котик вернулся, котик жив-здоров, и я правда очень надеюсь, что теперь на нем появятся какие-нибудь опознавательные знаки, и он больше никогда не потеряется. Вот такая великолепная и, с какой-то стороны, даже символическая новость про то, как Ося вернулся из своей вынужденной эмиграции обратно домой. Вышло интервью с художником и графическим дизайнером Ником Тепловым, и я максимально уверена, что у вас на книжных полках есть как минимум одна книга за его оформлением, ну, например, какая-нибудь из этих. Ребята из Skillbox Media обсудили, каким образом пандемия сказалась на дизайне книг, почему книжный дизайн — это искусство компромиссов, и каким образом вообще происходит работа над обложкой. Это шикарный лонгрид, как по мне. Когда мы держим в руках книгу, я замечала, мы не всегда готовы мысленно дробить ее на работу огромного количества людей, а ведь каждый из них — профессионал своего дела. И, кстати, про профессионализм. Конечно, интересных и востребованных специальностей, ну, очень много. Можно кидаться на все подряд, но не получать выхлопа. А можно пройти бесплатный тест на профориентацию от Skillbox. Я вам напомню, Skillbox — это образовательная платформа, где вы можете получать знания — IT, дизайн, сценарное дело, режиссерская работа и многое другое. Чтобы выбрать свое дело, нужно всего три шага. Проходите тест по ссылке в описании, получайте персональную подборку курсов, с которых стоит начать, и консультируйтесь со специалистом. Тест поможет вам найти диджитал-профессию по душе, учитывая ваши интересы и личностные особенности. Вы лучше узнаете себя и поймете, в какой сфере сможете сделать карьеру. И, конечно, вас ждет подарок. Как пройдете тест, вы получите три дня бесплатного доступа к курсам Skillbox и сертификат 5000 рублей на обучение. Вперед по ссылке в описании, и интервью с ником не забудьте почитать. Вдруг вы вдохновитесь и будете делать обложки для книг любимых писателей. В Санкт-Петербурге поставили памятник потерянной книге. Я полагаю, с учетом потерянного кота памятник должен появиться и ему. Потеряшку установили у дома 55 на Литейном проспекте. И, кстати, она там появилась не просто так. Исторически так сложилось, что в 19 веке, в 1863 году, именно недалеко от этого места Николай Некрасов потерял рукопись романа Николая Чернышевского «Что делать?». Правда, потерянная рукопись тогда нашлась, и роман мы с вами читаем и по сей день. Осень вообще оказывается богата на установку различных литературных памятников. И вот, например, в Омске появился памятник 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Скульптура, конечно, странная, но с другой стороны креативная. Памятник представляет собой такую масштабную массивную металлическую дверь, из которой как бы вылезает орел. Композиция высокая, примерно 3,5 метра, и широкая, примерно 1,5 метра. Планируют, что ее установят возле здания Омского драмтеатра. И нужно, наверное, сказать, что это не первый памятник, который установлен в честь Достоевского в Омске. Там также есть крест несущий, который, кстати, делал тот же самый скульптор. Из Петербурга до Омска и вернемся с вами в Москву. В Москве открылся не так давно памятник Эдуарду Лимонову. Но памятник этот не то, что вы подумали, это памятник на кладбище, на Троекуровском кладбище, где и нашел свой покой Эдуард Лимонов. И вот если к двери и орлу у меня есть вопросы, то к этому памятнику вопросов нет никаких. Мне кажется, скульптура потрясающая. Мы видим с вами Лимонова, который шагает в своем плаще и в руке держит арматуру. Депутат Госдумы по совместительству писатель и друг Лимонова Сергей Шаргунов написал в своем фейсбуке, что памятник на самом деле был одобрен еще самим Эдуардом Лимоновым. Скульптуру Эдуард видел и говорил, чтобы ее поставили над могилой. Я, конечно, небольшая поклонница Эдуарда Лимонова, но, судя по всему, нужно сделать вылазку на Троекуровское кладбище и посмотреть на памятник воочию, потому что скульптура действительно заслуживает уважения. И сам факт наличия этой арматуры, мне кажется, очень сильно перекликается и с жизнью, и с творчеством Эдички. Ай, вы вообще, наверное, ждете, что я расскажу вам про что-то действительно прям очень сильно важное, что действительно обсуждали всем книжным миром. Я сейчас имею в виду Нобелевскую премию по литературе. Да-да, многие ждали в очередной раз, что премия достанется Людмиле Улицкой, но, к сожалению, увы и ах, опять нет. Шведская академия присудила премию танзанийскому писателю из Занзибара Абду Розаку Гурна, и я надеюсь, что я сейчас верно произнесла это имя, потому что наш литературный русский язык еще не совсем, наверное, привык произносить это имя Нобелевского лауреата. Я на самом деле, когда узнала об этом, пыталась найти хоть какую-нибудь информацию о нем, но, в общем, информация такая, в России его никогда не издавали еще, поэтому в ближайшее время ждем, чтобы ознакомиться. И, кстати, я не знаю вообще, кто-нибудь следит за Нобелевской премией, отслеживает, кому она присуждается и бежит ли потом в книжные магазины заказывать книги очередного лауреата, тоже расскажите мне об этом. Но, в общем, и, судя по всему, в самом Занзибаре писатели не особо жалуют, потому что информации о нем нет даже на иностранных источниках. Премию Абду Розаку выдали со следующей формулировкой. За его бескомпромиссное и полное сострадание, проникновение в тему последствий колониализма и его влияние на судьбу беженцев, на их пути между культурами и континентами. Вот как-то так. Но вот, если честно, я на самом деле не считаю, что эта новость главная для книжного мира, по крайней мере для российского рынка, потому что про писателя неизвестно практически ничего. Известно, что он вообще не поверил, как и многие нобелевские лауреаты, когда ему позвонили из Шведской академии и сказали, что как бы поздравляем, вы теперь как бы обладатель нобелевской премии по литературе, но это вполне естественно. А говорить про него больше нечего. Вот когда что-нибудь выйдет из-под его пера на русском языке, ну вы понимаете, я имею в виду, когда наши что-нибудь переведут и издадут, вот тогда я вам и расскажу. А сейчас просто нечего сказать. Ну да, в очередной раз дали нобелевскую премию. Эй! Меня, если честно, вот на фоне всего происходящего, больше всего заинтересовала другая новость. Бритни Спирс, да-да, Бритни Спирс в своем инстаграме рассказала, что она пишет книгу. Также в своем посте она взяла и рассказала синопсис этой работы. Бритни написала, что она пишет книгу о девушке, которая была убита, но ее призрак застрял в подвешенном состоянии из-за травм и боли, и она не знает, как перейти в знакомый ей мир. Вы можете поставить ролик на паузу, прочитать это сообщение целиком и полностью, но я думаю, в принципе, все ясно-понятно. Я надеюсь, что это действительно так, что Бритни Спирс напишет книгу, ее как следует отредактирует, потому что, если честно, язык Бритни в том же ее инстаграме вызывает у меня сомнения в плане ее литературных талантов. Но на этой неделе я, или на той неделе, в общем, неважно, я посмотрела еще и документалку на Нетфликсе про Бритни Спирс, и, конечно, это все, что с ней происходит, это какой-то полный швах. У меня даже волосы дыбом вставали на некоторых моментах. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Возможно, мне даже кажется, что многое из того, что Бритни Спирс переживала за последние 13 лет, и войдут в основу этой книги. То есть как будто бы всю свою боль она хочет взять и выдать на бумагу, чтобы с ней ознакомилось как можно большее количество тех людей, которые ее любят, которые следят за ее судьбой, которые надеются, что она наконец-то избавится от этой убийственной опеки, под которой она находится, и все будет с ней хорошо. Я никогда не любила Бритни Спирс, если честно, и в плане, знаете, как бы были девочки, которые любили Кристину Агилеру, и были девочки, которые любили Бритни Спирс. Я вот была на этой стороне вместе с Экстиной, а Бритни мне никогда не особо... Ну, как бы, нет, просто не мое. И образ ее, и все, что с ней происходило, и ее творчество, просто не мое. Но однако, чисто по-человечески, после просмотра этого фильма, я, конечно, поняла, что, черт подери, как часто мы с вами делаем выводы о совершенно незнакомых нам людях, когда мы совершенно ничего про них не знаем. И вот благодаря этому фильму я несколько по-другому стала смотреть на нее, на ее творчество, на все, вообще все, что с ней происходило за последние 10 лет. И поэтому, если книга действительно выйдет, если это не просто пост-мулька, не просто пост с криком о помощи, не просто фанфик, а именно книга, я это обязательно прочитаю и обязательно вам про это расскажу. Очень надеюсь, что все-таки в ближайшее время книга за авторством Бритни Спирс появится на прилавках, потому что, почему бы и нет, это нечто интересное. И, судя по всему, вот этот вот синопсис, который мы с вами получили, он чем-то мне, если честно, напомнил милые кости. Я надеюсь, что это не будет банальная копипаста, а все-таки будет искренняя такая душа нараспашку. Не обошлось на этой неделе и без скандалов. А скандал связан с Салли Руни, с автором романа «Нормальные люди». Я думаю, вы его читали. Если не читали, можете посмотреть просто мой обзор. Вдруг вы доверяете моему мнению. Так вот, Салли Руни высказалась против публикации ее нового романа на Иврите. И, конечно же, все сразу стали обвинять ее в том, что она чуть ли не последовательница Холокоста. Своим отказом от публикации нового романа «Прекрасный мир» где-то на Иврите Салли Руни решила поддержать такой культурный бойкот Израиля. Ну и, естественно, как бы говно пошло по трубам. Филолог Гитти Леви Пасс написала следующее. Об этом не всегда помнят, но одним из первых шагов, предпринятых нацистским режимом в Германии, было начало бойкота еврейских предприятий. Я не утверждаю, что Руни антисемитка, или что критика Израиля автоматически представляет собой антисемитизм. Но, учитывая рост антисемитизма в последние годы, особенно в Европе, время для ее выбора опасное. Я полагаю, что книга совсем скоро появится и на российском рынке, конечно, почитаем. И мне кажется, конечно, в целом несколько странным подобное решение от Салли Руни. Но, честно скажу, никакого антисемитизма я в этом не вижу. Это ее позиция имеет полное право принимать решение. Жители какой страны могут читать ее роман, а какие окажутся вот как раз на задворках, так скажем, империи молодой писательницы, которую чуть ли не с Элинджером сравнивают. Еще приятная и классная новость. Издательство Альпина в этом октябре празднует свой день рождения. Им 23 года. Поэтому до конца октября вы можете зайти на сайт Альпины и загрузить понравившуюся книгу из той подборки, которая есть. Ссылку я вам оставлю в описании за 0 рублей. То есть вам, по сути, дарят книги. Ну и еще есть приятная новость, что все читатели в это время, опубликовавшие отзыв о книгах Альпины в Инстаграме и поставившие хэштег Альпина 23, будут участвовать в розыгрыше подарочного бокса от Альпины и от партнеров среди картоварных. Кстати, есть и скиллбокс. Это, естественно, не все мероприятия в честь дня рождения от Альпины. Следите за обновлениями в их социальных сетях. Много чего классного. И вообще, я считаю, очень здорово, когда издатели на свой день рождения начинают дарить книги. Прям еще классное, прекрасное. Можно подраться авторами. В стиле Mortal Kombat можно выбрать Толстого и Достоевского и устроить масштабный махач. Именно такую игру мы ждем в ближайшее время. Ride & Fight будет представлять собой 2D-аркадную игру, которая как раз и напоминает Mortal Kombat. Среди бойцов будут представлены не только упомянутые мной Достоевский и Толстой, но также Чарльз Диккенс, Хемингуэй, Дюма, Ремарк, Твен, Экзюпери, Акутагава, Джеймс Джойс, Лавкрафт. И, кажется, я забыла еще кого-то. Я забыла Уильям и не наше все Шекспира. Выход игры запланирован на 20 ноября 2021 года. Я не знаю, получится ли у меня как-то установить эту игрушку на свой Mac. Я пользователь плойки PlayStation, и не знаю, вряд ли игра появится и там, но мне бы все-таки хотелось. Я точно в нее планирую поиграть, и если вдруг получится, может быть, мы с вами устроим какой-нибудь геймовый стрим, посмотрим, что из этого получится. Но мне кажется, это очень классно. Вот так вот с помощью компьютерных видеоигр, извините меня так правильно сейчас говорить, можно будет прививать любовь к литературе. Да и в конце концов, мне кажется, будет самая популярная пара Достоевский и Толстой. Это будет просто битва века, типа, знаете, как Бэтмен против Супермена. Еще стало известно, что выйдет книга о съемках Дэни Вильневым, экранизации Дюны. Сразу отвечу на ваш вопрос. Я экранизацию не смотрела, книгу уже с трудом помню, потому что я ее читала, когда мне было лет 12, и перечитывать ее у меня нет никакого желания. И, соответственно, фильм мне тоже как-то просто неинтересен. Поэтому я уверена, что здесь на YouTube вы найдете видеоролики десятков и книжных, и киноблогеров, которые вам расскажут об этом фильме, об этой книге. Ну, а я просто отойду так немножко за кулисье. Иллюстрирована история создания классики научной фантастики. Эта книга выйдет в Россию, издадут ее Эксмо. Автором издания стала Таня Лапойнт, которая также была исполнительным продюсером ленты. Книгу войдут интервью с актерами, исполняющими главные роли, в том числе и с Тимати Шаламой, который, как я поняла, очень многих покорил за последнее время. И да, все, издание будет доступно только в печатном виде. Известно, что вроде бы как в этом году книга должна появиться, но я полагаю, так оно и произойдет. И у меня очень сильно чешется нос, поэтому давайте, наверное, я буду завязывать с этим роликом. Особых новостей больше нет. Да, те, кто подписан, например, на мой Телеграм-канал, знают больше всякого книжного, что происходит в мире. Я стараюсь туда чаще скидывать новости. Вот, если хотите быть в курсе происходящего в книжном мире, подписывайтесь на Телеграм-канал, на другие социальные сети. Можете подписаться на канал. Здесь бывает классно, если вы вдруг еще не подписаны. Ну и на этом я буду заканчивать. Всем спасибо, все свободны, но не совсем. Не забудьте посмотреть те видео, которые вы еще не смотрели. Ну а мы с вами будем и дальше читать вместе.